Друзья, здравствуйте! С вами Владимир Волошин и его путешествие выходного дня по Латвии. Сегодня мы с вами посетим мыс Колка. Отправимся в него из Риги. Это примерно 150 километров или 2 часа 20 минут езды. В любом случае ваши дети не успеют устать, а вы получите столь необходимые эмоции выходного дня. Снимите агрессию и депрессию, накопившуюся за неделю. Ну а если вам не повезло и вы не из Латвии, то по крайней мере честь имею представить маршрут выходного дня мыс Колка. Надо сказать, это довольно популярный маршрут. Заскочен с вами Даутский замок, а он великолепен. Попробуем Латвию на вкус, как же без этого. И заскочим в самый интересный контактный зоопарк. Будем контактировать с самыми интересными экзотическими животными. И это придает нам атмосферу отличного выходного дня в Латвии. Увидим то, что не каждый день ты видишь и встречаешь. Почти место памяти Виктору Цою, место где он погиб в автокатастрофе. Это как раз на пути нашего следования. Поэтому маршрут будет интересен как взрослым, так и детям. Ну а сейчас, по традиции, реклама самой позитивной страны Латвии. Латвия находится в Евросоюзе. Оглунская базилика. Пилс-Рундлский дворец. Наша гордость. Наша кухня. Наш напиток. И лучшая строительная компания Латвии. Бригада 1. Спонсор данного выпуска. Итак, отправляемся в путешествие на мыс Колка. История Колки далека от рассказов о тишине и покое. В самые древние времена этот поселок, находящийся на самом краю мыса. Первое упоминание в 1770 году. Об этом месте. Двигаясь по этому маршруту, конечно, невозможно проехать мимо 35-го километра. Виктора – это место гибели кумиров поколения Виктора Цоя. Выглядит оно примерно таким образом. Здесь всегда многолюдно. Здесь всегда живые цветы. Всегда пачка сигарет. И это действительно народный памятник. Напомню, что он погиб 20 лет назад, 14 августа. Это Латвия. 35-й километр по дороге в Колку. Его любимые места Виктора. Там, где он любил рыбачить, отдыхать. А это очень творческий человек. И здесь он нашел свой позитив. Вот тут такие извилистые дороги, как можно видеть. И за этими поворотами можно пропустить встречную машину. Собственно говоря, так и произошло. Вот в этом месте Виктор погиб. Поэтому мы заскочили, почтили дань. Очень приятно, что и мои дети его слушают, и я его слушал. И в 20 лет этот великий человек, творческий человек-музыкант, по-настоящему актуален. Но, тем не менее, мы добираемся до мыса Колки. И поскольку погода нас не балует, как можно видеть, мы пытаемся, чтобы не в дождь, заскочить вот это замечательное. Мы приехали в самый крутой контактный зоопарк. Чем он крут, тем, что здесь можно животных потискать, потрогать. И семейный билет нам на два взрослых три ребенка, вошелся в 23 евро. Сейчас заходим в такой небольшой группой. И нам расскажут, что здесь можно, а что нельзя делать. У нас есть маленькая ламина, тридцеменеза сетчат. Вица, когда иераука бэрну, в ней наклали кастрючат, милетши. Немокам на вицу. Лидц, когда вы мукушете, он ист пакаль, он думает, что они у них думают, что они дозят. Добавлясь. И, конечно, две забраз, очень неосвучные, вауны. ну что ж как видите мы получили необходимые инструкции инструкции очень простые здесь надо быть позитивным не бегать не кричать и с уважением относиться к животным надо любить не обижать примерно такая инструкция и теперь заходим внутрь это действительно настоящий шедевр представляешь во первых он не многолюден и ты заходишь в мир где самые симпатичные животные ты можешь их обнимать с ними фотографироваться вот это это достояние латвии голубая корова вот такие животные встречаются только в латвии и их по моему не более 2000 по моему во всем мире это краснокнижное животное голубая корова смотрите насколько экзотично ты можешь подойти к зебре и поцеловать его погладить и это не только зебра больше всего здесь ревнуют осы и когда ты гладишь зебру да он постоянно приходит и обижают их да и вот ослы здесь самые опасные животные но в принципе не только здесь смотри еще какой интересный экземплярчик лежит иван иваныч собственной персоной вонючий зараза вот так лежит и прохлажается это можно его погладить потрогать это же очень прикольно да вот он самые опасные животные почему ты ругаешься тут на всех что случилось с тобой обижаешься да вот самый-самый такой острый потому что он обижается что ему не уделяют внимание видимо трудно описать это состояние когда знаешь обычно животные сидят в клетках их нельзя кормить здесь можно все в рамках приличия животные ждут тебя они как актеры привыкли к тому что им оказывать должное внимание можно обнять поцеловать этих нюшек покормить их вкусняшками морковка это на самом деле очень не нравится вы хотите морковку уважаемый бык можно видеть как все ухожено здесь чистенько здесь ежесекундный есть такой ежесекундный персонал который ухаживает убирает там какашки и все остальное и ты получаешь эстетическое удовлетворение до 200 километров 150 километров надо проехать от риги но это того стоит просто посмотрите какие няшные сюжеты но чем не сафаре для всех возрастов здесь будет чем заняться всегда только позитивные эмоции ребята мы заканчиваем посещение экзотических животных я еще раз повторял эмоции очень сильные очень сильные место очень хорошее 23 евро семейный билет стоит но теперь мы куда можем отправиться если мы путешествие одного дня то нам остается мыс колка сам рожок и также заскочить замок но по времени посмотрим успеваем мы зайти в последний сеанс прогулки по замку да или нет если успеваем то заезжаем если нет только мыс колка и много много вкусной копченой рыбы дело в том что это такие локальные путешествия ты периодически сюда приезжаешь и если ты что-то не успел это только хорошо я считаю заскочишь туда в следующий раз до этого мусора много раз приезжали и не получалось попасть в этот замок и тем интрига росла и было больше всегда хотелось зайти и что интересно мы сюда приезжаем каждый год и много-много лет подряд мы не могли попасть на эту экскурсию сегодня мы эту экскурсию попали и сейчас надеемся и сейчас надеемся что мы наконец-то попадем внутрь надо сказать что тут немного другая латвия это чувствуется в произношениях в акцентах потому как тебе относятся и здесь есть на что посмотреть замок очень скромный но между прочим в нем можно остаться на ночь и между прочим у него довольно высокая оценка на букинги то есть люди которые приехали сюда как правило это молодые пары ищущие романтических ощущений они приезжают замок снимают здесь номерочек проводят выходные и место особенно окрестности она очень шикарно здесь также много легенд это вы сами туда приедете и со всем этим ознакомитесь ну это легкий обзор того что из подвалах этого замка больше всего радуют локации я понимаю те молодые пары которые остаются здесь на ночь и здесь самые волшебные виды вы только посмотрите этот замок вам гораздо интереснее внутри с видом из замка вот уникальность этого замка это виды из замка это просто шикарно как сформированы оконные группы как сформированные внутренние пространство как лаконичное он вписывается в природу учитывая то что это средневековый замок в этом замке все построено на локации из поэтому любой творческой натуре здесь будет интересно особенно если вы попадете когда здесь будут происходить какие-либо мероприятия он произведет на вас действительно несгладимые впечатления и интересен еще тем что здесь можно почувствовать латвию вот она латвия очень редкая очень классическая очень романтическая то латвия который не хватает потому что политическая повестка и прочие другие события немного портят картинку латвии а вот здесь она та которую мы любим который мы стремимся который нам очень часто не хватает поэтому это и есть путешествие выходного дня рассчитанные на позитивные эмоции а также на детские ощущения поэтому мы движемся дальше но сказать мы изрядно проголодались и теперь отправляемся на мыс сколка обязательное посещение дэвию юлис или руки как они там правильно называется уж не вспомню это кафе очень вкусно там молодые девчушечки отличное позитивное отношение клиентов великолепная сервировка незабываемые вкусы очень комфортно по цене если не ошибаюсь порядка 20 евро нам обошлось все что вы видите на своих видео включая вкуснейшие бокал баусского пива и это на самом краю латвии в мысе колка интересно здесь также природа знаете чем она необычайна тем что каждый год намывает немного песка и этот песок намывается по-разному когда-то у нас больше земли у латвии когда-то у нас меньше и это примерно как кольца на дереве вот выглядит вот так же будет этот ландшафт и когда-то он тропичен когда-то за субтропики когда-то по моему все виды типов и конечно же ракушки и голубые черные и белые встречаются только здесь поэтому в этом году немножко не повезло с береговой линии выглядела не столь романтично как в прошлом году в этом году до были слишком сильные ветра и у нас был прилив поэтому мы не насладились красотами береговой линии но море выбросило много янтаря много ракушек и мы их набрали для того чтобы с детьми делать подделки и коллекции которые останутся в нашем семейном архиве на долгие-долгие годы к концу наше очередное путешествие на колку и по традиции конечно же надо взять местного пива и местных копченых рыбы конечно же надо попробовать еще вкус это тот самый вкус который ты как правило привозишь домой своим родным друзьям соседям и так далее очень поздно сейчас чтобы понимали 10 час вечера и практически все закрыты поэтому мы пытаемся найти редкие при дорожные места где можно купить рыбки как правило там не просто копченая рыба в каждом таком месте каждая такая семья она делает какой-то свой уникальный продукт и это не просто копченая рыба это копченая рыба с какими либо такими присадочками там копченой рыбы в перчике копченой рыбы в помидорчике в огурчике и так далее ну вот мы тоже нашли одно такое место все закрыто ну видимо кто-то еще работает ну надо сказать береговая линия на очень длинная если вам не получилось в первый раз что-то найти обязательно найдете во второй и в третий и вы только посмотрите эти дополнительные ништячки когда уже все закончено и вы уже едете домой и вот это взять в дорогу ой это дополнит ощущение от нашей прекрасной латвии и и позитивных людей а наше путешествие подходит концу путешествие выходного дня с владимиром волошиным до следующих маршрутов подписывайтесь на мой канал и если вам скучно в эти выходные я думаю там найдете себе путешествие для своей семьи и наслаждение нашей прекрасной латвии всем пока с вами был Владимир это это утон это это Субтитры создавал DimaTorzok